Очень много произведений были навсегда запрещены в России, и сейчас они малоизвестны даже в эпоху всеобщего просвещения и доступности информации. Одна из таких очень известных книг была написана французским мыслителем и путешественником, проехавшим много километров по России Астольфом Де Кюстином. Называлась эта книга «Россия в 1839 году». Как я уже сказал, даже тогда, в его время, она была в России запрещена. Этот философ и мыслитель пытался рассуждать о России и призвать самих русских порассуждать о сущности своего государства, о том, почему в России по сравнению с Европой не происходит никаких изменений. И все, что творилось тогда в этой стране, пугало европейцев точно так же, как и сейчас. Не знаю, останется ли этот ролик на YouTube, но если все-таки останется, давайте внимательно, без особой ненависти и в то же время без особой радости просто почитаем, что думал известный француз о России практически 200 лет тому назад. Удивительно, но в этих словах вы найдете облик современной России. Итак, Астольф Де Кюстин о России. Эта нация захватническая, она в своем униженном положении лелеет надежду распространить господство на других. Эта рабыня на коленях мечтает о господстве над миром. Россия видит в Европе добычу, которая раньше или позже будет отдана ей. Россия является воюющим обществом, ее сила не состоит в идеях, ее сила в войне, то есть в уловках и жесткости. Страна, где церковь Василия Блаженного в Москве называется «домом молитвы», не является Европой. Люди, идущие поклоняться Богу в этой коробке для конфет, не являются христианами. Российское духовенство никогда не было и не будет ничем иным, как полиции, одетой в несколько отличную от войск униформу империи. Под руководством императора попы и их епископы являются полком-чиновникам. Историю России прячут от русских и хотят скрыть от всего мира. Воспоминания о том, что происходило вчера, являются собственностью императора. Он меняет по своему желанию летописи страны и ежедневно раздает своему народу исторические истины, которые совпадают с определенной выгодной моментом. Крестьянка Никифорова донесла правительству о побеге ее сына из армии. Император наградил ее серебряным орденом Святой Анны с надписью «За бдительность». Обо всех русских, какое бы положение они не занимали, можно сказать, что они упиваются своим рабством. Другие нации терпели и тиранию. Московская нация ее одушевила. Она ее любит. Только у этого народа были мученики, обожающие своих палачей. Рим не падал на колени перед Нероном, а русские это делали перед Иваном Грозным. Если это повиновение, если это подлость, то она непростительная, а когда это патриотизм, он нечестив. Россия — это лагерная дисциплина. Вместо государственного устройства — это осадное положение, возведенное в ранг нормального состояния общества. Перед вами всякую минуту возникает образ неумолимого долга и покорности, не позволяя забыть о жестоком условии человеческого существования, труде и страдании. В России вам не позволят прожить, не жертвуя всем ради любви к земному Отечеству, освященной верой в Отечество Небесное. Страна, это говоря по правде, отлично подходит для всякого рода надувательств. Рабы есть и в других странах, но чтобы найти столько рабов придворных, надо побывать в России. Не знаешь, чему делиться больше — то ли безрассудству, то ли лицемерию, которые царят в этой империи. Россия по-прежнему правит с помощью скрытности и притворства. В этой стране признать тиранию уже было бы прогрессом. Пусть даже Россия не пойдет дальше дипломатических претензий и не отважится на военные действия, все равно ее владычество представляется мне одной из опаснейших вещей в мире. Никто не понимает той роли, какая суждена этому государству среди европейских стран. В согласии со своим устройством оно будет олицетворять порядок, но в согласии с характером своих подданных под предлогом борьбы с анархией начнет насаждать тиранию. Россия — нация немых. Я не упрекаю русских в том, что они таковы, какие они есть. Я осуждаю в них притязания казаться такими же, как мы, европейцы. Пока они еще не образованы, но это состояние, по крайней мере, позволяет надеяться на лучшее хуже другое, а не постоянно с недаймой желанием подражать другим нациям. Видя все это, я говорю, эти люди разучились жить как дикари, но не научились жить как существа цивилизованные. И вспоминаю страшную фразу Вольтера или Дидро, забытую французами. Русские сгнили, не успев созреть. Когда ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь рецептом, скажите им, поезжайте в Россию. Это путешествие полезно для любого европейца. Каждый близко познакомившийся с Россией будет рад жить в какой угодно другой стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором немыслимо счастье, ибо по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы. Итак, эти слова были сказаны в 1836 году маркизом Астольфом де Кюстином. Жуковский назвал Кюстина «Собакой», однако не смог не признать того, что большая часть написанного им соответствует действительности. Тургенев отметил, что Кюстин, сделав ошибки в подробностях, изобразил самую, что ни на есть, сущность русского быта справедливо и точно. В 1870 году Тургенев написал о России, живя к тому моменту много лет за границей. «Давненько не бывал я в стороне родной, но не нашел я в ней заметной перемены. Все тот же мертвенный, бессмысленный застой. Строения без крыш, разрушенные стен. И та же грязь, и вонь, и бедность, и тоска. И тот же рабский взгляд, то дерзкий, то унылый. Народ наш вольный стал, и вольная рука висит по-прежнему какой-то плеткой хилой». Если люди, мыслители, европейские, как и русские писатели, и русские мыслители еще 200 лет тому назад описали лик современной России, это говорит только о том, что в этой стране не меняется ничего и ничего никогда не изменится.